Привет! Это все еще не Навальный. А Никита Кулаченков. И сегодня у меня для вас история про наше национальное достояние. Про Газпром. Национальное достояние. Пару недель назад произошел скандал. Аналитик инвестиционной дочки Сбербанка выпустил некий критический отчет о Газпроме и был сразу же уволен. А потом был уволен и его начальник. А потом главе Сбербанка Грефу пришлось звонить одному из обиженных подрядчиков Газпрома и извиняться. Подрядчиком был не Кадыров, как можно предположить, а Геннадий Тимченко, старинный друг и ближайший соратник Владимира Путина. Удивительная история, правда? Такие отчеты — это абсолютно обычная практика работы инвестиционных отделов крупных банков. Они выпускаются регулярно и представляют собой обзоры рынка акций и ценных бумаг. Экспертное мнение, базирующееся на новостях о компании, отчетности, математических моделях и прогнозах. Такие отчеты рассылаются клиентам банка-инвесторам, которые, в свою очередь, могут воспользоваться ими для принятия решений. Какие-то бумаги купить, какие-то продать, ну и так далее. Но именно этот майский отчет привел к крупному скандалу. Люди потеряли работу, тема широко обсуждалась в СМИ. И я уверен, что вам тоже интересно, ну что же такого можно было написать в этом сухом и формальном документе, чтобы это так плачевно закончилось. Сегодня я вам об этом расскажу. Вот передо мной тот самый злосчастный отчет. Давайте разбираться. Для начала поймем, о чем, собственно, этот документ. 43 страницы текста, как мы видим из заголовка, о российском нефтяном и газовом секторе. Из заглавления мы видим, что в отчете две большие части – про Газпром и про Лукойл. Нас интересует та часть, что про Газпром. Основная мысль отчета сразу в кратком изложении на первой странице. Но до того, как мы с ней ознакомимся, нужно немного контекста. Дела у Газпрома не очень и достаточно давно. В 2008 году стоимость компании составляла 367 миллиардов долларов. И, как мы теперь понимаем, это было лучшее время для Газпрома за всю его историю. Но тогда считалось, что это только начало. Путин говорил, что впереди только победы, рассказывал про мечты, которые сбываются, и про Газпром – наше национальное достояние. Гендиректор Газпрома Алексей Миллер утверждал, что к 2016 году компания будет стоить триллион долларов. Будете угадывать, сколько она стоит сейчас? Триллион? Ну, может быть, полтриллиона? Ну, может, хотя бы как в 2008 году – 300 миллиардов? Нет. Газпром стоит 54 миллиарда долларов. Согласитесь, для инвестора, который в 2008 году поверил Миллеру и Путину – это, мягко говоря, разочарование. Компания стоит в 20 раз меньше, чем прогнозировалось. А у инвестора меньше прибыли, меньше дивидендов, акции стоят дешевле и мечты упорно не сбываются. Что же пошло не так? Этот вопрос стоит уже 10 лет, с тех пор, как дела идут не так. Кто же виноват? Отчего так произошло? В чем же причина? Почему действительно гигантская и перспективная компания, находящаяся под зорким контролем президента и правительства, стоит в полтора раза дешевле, чем сеть кофеин Starbucks? Газпром – это не просто национальное достояние. Это то, на чем зиждется вся Европа. Не зависит, а именно так – зиждется. Вот посмотрите на график. Это капитализация хорошо известных вам компаний. Вот тут самая дорогая – Apple. Вот тут – Netflix с сериальчиками, он стоит почти 100 миллиардов. Disney совсем рядом, вот тут упомянутый Starbucks, а вот здесь – Gazprom для сравнения. А обещали, что он будет вот здесь, но он тут. Вот такой контекст. А теперь вернемся к отчету Сбербанка. Потому что на эти вопросы они и пытаются ответить. И вывод у них простой. У Gazprom, в отличие от нормальных компаний, просто нет задачи быть прибыльным. У Gazprom другая повестка. Gazprom существует не для того, чтобы приносить прибыль акционерам, то есть государству и другим частным инвесторам. А для того, чтобы обогащать подрядчиков, которые этот Gazprom обслуживают. Речь идет о хорошо известных вам друзьях Путина, уже упомянутом Тимченко и еще одном друге детства – физкультурнике Ротенберге. И еще одно наблюдение от аналитиков Сбербанка. Вместо того, чтобы заниматься экономически целесообразными проектами, Gazprom занят обслуживанием так называемых геополитических интересов нашей страны. Ну, то есть амбиции все того же Путина. Поэтому стоимость Gazprom не растет, а падает. Все свободные средства, которые могли бы стать выгодными инвестициями или дивидендами для государства и акционеров, тратятся на сомнительные убыточные проекты. Для подтверждения своего предположения, Сбербанк анализирует три мегапроекта Gazprom, о которых мы и поговорим. Сила Сибири – это трубопровод между Россией и Китаем. Весь этот проект стоит 60 миллиардов долларов или 3,7 триллиона рублей. То есть дороже, чем весь Gazprom. Проект запустили в рамках так называемого разворота на восток в 2014 году. Наше государство тогда решило, что теперь мы будем дружить с китайцами и подписало 30-летний договор на поставки газа. Проект Сила Сибири фактически заменил более дешевый алтайский путь, который обошелся бы в 10 миллиардов долларов. Подрядчикам, конечно, более выгодно что-то строить за 60, а не за 10. Подряды на строительство основной секции газопровода приблизительно поровну разделены между компаниями «Стройтрансгаз» и «Стройтгазмонтаж». Одна принадлежит Геннадию Тимченко, другая – Аркадию Ротенбергу. Обе получили многомиллиардные подряды без конкурса. С проектом есть две большие проблемы. Первая. Проект выгоден исключительно Китаю. Китай сможет диктовать условия, поскольку у него есть альтернативные поставщики. А для силы Сибири Китай является единственным возможным покупателем. И в случае, если Китай откажется забирать газ по предложенной цене, то девать его будет особо некуда. Поэтому придется снижать цену и уговаривать китайцев все же его купить. Второе. Аналитики Сбербанка сделали математическую модель и рассчитали, что проект может окупиться только при ценах на нефть более 110 долларов. Такой цены, во-первых, нет с 2014 года. А во-вторых, при такой цене Китаю будет выгоднее снизить объемы по силе Сибири и покупать газ из Центральной Азии или сжиженный природный газ, который привозят на специальных судах. Сбербанк пишет, что чистая приведенная стоимость проекта «Сила Сибири» отрицательная и составляет 11 миллиардов долларов. Уверен, многие зрители канала и так прекрасно знают, что такое чистая приведенная стоимость. Но на всякий случай перефразирую. Даже если учесть все потенциальные будущие платежи, которые получат «Газпром» за поставки по силе Сибири, этот трубопровод все равно было бы выгоднее просто не строить. Вообще ничего не делать. Это было бы выгоднее на 11 миллиардов долларов. Следующая мегастройка, которую анализирует Сбербанк — «Северный поток-2». Это проект по расширению существующего газопровода в Германию. Одной из важных причин строительства является геополитика. Газопровод позволит перекачивать больше газа в обход Украины. Проект оценивается в 17 миллиардов долларов, из которых треть затрат пойдет на стройку на российской территории. И месяц назад одним из подрядчиков был без конкурса выбран «Стройнтранснефтегаз». Компания минимуму наполовину принадлежит Геннадию Тимченко. Примечательно, что «Газпром» пытался скрыть подрядчика и замазал реквизиты в электронных документах. Вот только сделали они это так неумело, что журналисты обвели замазанный текст, скопировали его в другой документ и все тут же выяснили. Не переживайте, Ротенберга тоже не обидели. Его «Стройгазмонтаж» строит для «Северного потока» отправную компрессорную станцию. Заработавший «Северный поток-2» может отбить вложения через 20 лет, но чистая приведенная стоимость опять отрицательная и составляет 6 миллиардов. Третий проект — «Турецкий поток». Это новый газопровод по дну Черного моря в, соответственно, Турцию. Желание обойти Украину и тут явно является важной, если не основной причиной строительства. Да, свой газопровод напрямую до Турции и потенциально до Болгарии позволит сэкономить на выплатах за транзит газа Украине, но полностью отказаться от транзита все равно не получится. И оба проекта не открывают для России никаких новых рынков сбыта. Затраты по «Турецкому потоку» оцениваются в 21 миллиард долларов, из которых больше половины придется на российскую часть. Это значит, что там будут все те же, никем не контролируемые друзья-подрядчики. Подробности о суммах и подрядчиках российской части «Турецкого потока» в отчете не приводятся. Видимо, в этом случае в «Газпроме» все хорошо замазали в документах. Но мы точно знаем, что, например, компрессорные станции строил ротенберговский стройгазмонтаж. Убыток от «Турецкого потока» будет даже больше, чем от более дорогой силы Сибири. Он вернет вложение только через 50 лет, а его чистая приведенная стоимость, внимание, минус 13 миллиардов долларов. Даже если он проработает полвека, его выгоднее просто не строить. Но это еще не все, что написано в отчете. По мнению Сбербанка, следующим мегапроектом «Газпрома» станет замена старых труб на существующих газопроводах. В «Газпроме» нет четких правил обновления труб. Некоторые меняются через 20 лет, некоторые работают по 50. Менеджмент решает, когда менять трубы. Сейчас «Газпром» тратит на эти цели около 4,5 миллиардов долларов в год. Но после завершения строительства силы Сибири, Турецкого потока и Северного потока-2, «Газпром» сможет тратить на эти цели по 15-20 миллиардов долларов в год в следующие 15 лет. Это очень понравится тем, кто будет поставлять трубы и их укладывать. А почему Сбербанк думает, что начнется такой мегапроект? Существующие в России производители труб загружены сейчас на приблизительно 50% от своей мощности. Ситуация не самая лучшая, но внезапно под Загорском строится новый трубопрокатный завод, который очень быстро получает допуск на поставку труб и контракт на 11 миллиардов рублей от «Газпрома». Одновременно «Газпром» расторгает старые договоры с другими производителями труб. И снова сюрприз. Одним из известных владельцев нового завода оказывается одногруппник Путина по ЛГУ Николай Егоров. Уже после выпуска отчета появилась новость, которая косвенно подтверждает предположения аналитиков Сбербанка о предстоящем мегапроекте. «Газпром» и «Загорский трубный завод» подписали программу научно-технического сотрудничества на 2018-2023 годы. Завод будет поставлять все больше разных труб, а «Газпром» при помощи своих старых подрядчиков будет их укладывать. Очевидно, что этот мегапроект вообще не принесет «Газпрому» никаких доходов. В этом случае доходы предусмотрены только у поставщиков и подрядчиков. То, что написали аналитики Сбербанка, не является каким-то откровением. Все это и так давно понятно и высказывалось ранее. Скандал тут в том, что впервые подобное мнение было опубликовано в отчете российского государственного Сбербанка. На протяжении двух десятилетий Путин выстраивает такую систему, чтобы можно было легко и в тишине проворачивать любые схемы. За это время «Газпром» — государственная компания, которая зарабатывает деньги на природных ресурсов, превратилась фактически в его личное карманное предприятие. Предприятие, которое обслуживает не нас с вами и даже не акционеров, а просто тех, кого хочется Путину. Не надо думать, что это управленческая ошибка или просчет. Нет. «Газпром» специально придуман и организован для работы таким образом. Мы сегодня говорили о людях. О Путине, Миллере, извиняющемся Грефе, кстати, тоже. 30 лет назад, в 90-е, эти люди сидели в одних кабинетах питерской мэрии. К ним приходили тогда еще никому неизвестные Тимченко и Ротенберги. Николай Егоров с новым трубным заводом тоже оттуда. Они вместе учились с Путиным, в аспиранторе у него был Медведев, совместный бизнес он имел с виолончелистом-миллиардером Ралдугином. Вообще нет случайных людей, понимаете? И не может быть, потому что любой вменяемый человек, оказавшись случайно в «Газпроме», тут же забил бы тревогу. Вся эта схема шита белыми нитками и могла бы стать сюжетом какого-нибудь сериала про мафию. Но, к сожалению, это наша с вами ежедневная реальность. Но даже тут разрешите мне немного оптимизма, который, кстати, разделяют уволенные авторы скандального отчета. Если в «Газпроме» сменится менеджмент, грубо говоря, если выгнать оттуда все это путинское жулье, если сменится концепция и компания перестанет вливать деньги в никому не нужные убыточные проекты, то все быстро встанет на свои места. Триллиона, конечно, не будет, но в четыре раза дороже «Газпром» стоит может. Давайте стараться, чтобы так стало как можно скорее. Спасибо, что смотрите наш канал. Подписывайтесь. Здесь говорят правду. Редактор субтитров А.Семкин